всем привет сегодня делаю набор ко дню учителя или к последнему звонку это будет сова и пару перышков перед тем как снимать это видео я испекла пряник и нанесла на пряник тонкий слой айсинга очень жидкого я наносила его даже не с помощью мешочка а просто кисточкой видео об этом сниму отдельно если кому-то интересно пишите в комментариях здесь работаю айсингом консистенции piping делаю маленькое отверстие мешочки наношу контур после того как контур нанесена этим же мешочком делаю заливку контур обратите внимание вот показываю специально крупно наношу немного приподнимая носик мешочка над поверхностью пряника чтобы контур ложился гладко и ровно если нужно сделать какие-то повороты в рисунке то наоборот контур как бы немножко ближе к поверхности пряника приближаю носик и в точках поворота вообще прикасаюсь носиком к прянику чтобы контур как зафиксировался в этих точках ну а заливка дальше выполняется такими небольшими участками и разравнивающими вибрирующими движениями чтобы поверхность была гладенькой также неровности можно подправить шилом или зубочисткой и с помощью шила убрать если есть какие-то пузырьки воздуха то убираем их сразу до засыхания айсинга то есть глазури просто прокалываем эти пузырьки и разравниваем потом поверхность дальше ответственный момент я заливаю глазки сначала заливаю белую поверхность дальше еще не засохла у меня белая поверхность я отсаживаю айсинг черного цвета блики ставлю с помощью шила это тоже айсинг белого цвета после подсыхания я глазки еще подкорректирую я их еще подрисую черным гелевым красителем чтобы вообще они очень четко смотрелись контуры черный краситель он такой неприятный в работе для того чтобы получить насыщенный черный цвет я сначала окрашиваю айсинг желтым или коричневым цветом могу добавить синий а потом уже на этот айсинг добавляю черный краситель и обязательно даю ему после смешивания какое-то время чтобы набрался цвет то есть он у меня стоит хотя бы минут 10-20 и и в пакетике он становится более насыщенным тонировку делаю едва влажной кистью это те же красители которые я использовала для окрашивания айсинга цвета просто теперь я добавляю как бы более выразительные контуры прорисовываю крылышки прорисовываю сначала белым красителем контуры перьев а потом добавлю коричневый краситель вот я адресу в основа глазки это делается для того чтобы было более четкие очертания более глубокий взгляд и возвращаюсь к перышкам подрисовываю теперь те же места уже коричневым красителем в завершении делаю контур коричневого цвета чтобы сделать пряник более выразительным так совушка готова такая она у нас вышла объемная симпатичная и в комплект к ней я еще сделаю два пера использую айсинг того же цвета который сделала для заливки солушки перьев значит у меня есть трафарет и форма это набор я тоже таким же образом как подготовила солушку подготовила перья то есть залила жидким айсингом дала высохнуть белым и после высыхания нанесла рисунок трафаретом такой объемный рисунок получается когда работаешь с трафаретом весь набор готов ставьте лайк за идею задавайте вопросы в комментариях буду рада вам помочь подписывайтесь на мой канал